добрый день меня зовут сергей сейчас будет небольшая серия коротких роликов посвященных вообще катерам в целом будет ролик вот данном ролике я расскажу о основном устройстве катера потом будет небольшой ролик посвященный консервации катера на зиму и будет ролик о том как сохранить катер и как сохранить ваши деньги соответственно потому что катер принципе вещь дорогая и вопрос сохранения и катера и соответственно денег которые вы можете потратить на ремонт достаточно серьезный моем распоряжении сейчас есть ремонтный катер белайнер 1700 который разобран даст досконально и у которого проводится капитальный ремонт на примере данного катера я хочу как раз показать все данные ролики потому что видео ну не каждый день в мастерской находится на такой степени разобранный катер обычно ремонты бывают менее сложные менее более косметические в данном случае проводится капитальный ремонт поэтому собственно есть возможность показать и рассказать давайте начнем с простого с устройств катера этого это будет первый ролик катер состоит из нескольких матриц которые формуются отдельно и потом собираются то есть первая матрица это днище вторая матрица это ну вот скажем так палуба и третья матрица это верхняя часть кокпита то на чем сформируется экстерьер интерьер между слои между нижней нижними матрицами закрыты соответственно образуют определенные вещи такие как например баки плавучести баки плавучести на обычно на обычных практически на всех катерах сделаны путем запенивания сделано это ну вероятно технологически каким-то образом оправданно но на практике на самом деле пена как выяснилось в частности на примере данного катера ну и то что вообще в принципе выясняется постоянно при ремонте это узел самый такой слабый в катере потому что при попадании если не попадает в катер вода все хорошо если в катере попадает вода пена набирает воду со страшной силой если вы например даже бросить им воду спасательный жилет вот современный он тоню через какое-то время то есть плавать вечно он не будет то есть он наберет пену пена которая в нем наберет воду и он пойдет к дну то же самое происходит с катерами любой катер имеет систему жизнеобеспечения для чего нужны баки плавучести в первую голову это система жизнеобеспечения катера любой завод любой производитель тестирует свои катера таким образом чтобы лодка с наряженным с определенным количеством людей которая написана в паспорте на данную лодку находилась на плаву после полного затопления то есть лодка будет конечно не плавать то есть она будет затоплена по борта но она не уйдет на дно делается это не навсегда а то делается на определенное время для чего это делается понятно что люди должны получить возможность иметь иметь возможность каким-то образом спастись то есть любой катер любой стекло пластиковый катер не пойдет ко дну сразу же после того как он утонул металлон пойдет это другая песня как пластик нет то есть его будут держать баки плавучести будут держать вот та же самая пена либо пенопласт То есть, как еще раз говорю, это выполняет определенную нужную вещь для системы жизнеобеспечения катеров Потому что любая лодка, она всегда борется на то, чтобы остаться на плаву Чтобы выжить и спасти максимальное количество народа То есть, ну, это, собственно говоря, и так понятно Поэтому здесь такая вот штука За всем, соответственно, за всеми этими вещами нужно ухаживать Как ухаживать, смотрите дальше ролики Сейчас я вам расскажу, то есть, вот следующий ролик Ролики будут короткие, потому что длинные ролики смотреть долго и не всем интересно То есть, следующий ролик будет посвящен хранению катера в зимний период, в российских условиях Все, спасибо, до свидания Будет вопрос, пишите либо на YouTube, либо на почту 1серж23 собакамейл.ру, обязательно отвечу Все, до свидания